МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «День с толком Барнаул» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте и приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Владимир Путин проводит ежегодную пресс-конференцию, о чем одной из первых его спросила алтайская журналистка. Закон одобряют, но принимают не полностью. Почему краевые депутаты против клятвы учителей? Элли, Татошка, Дед Мороз, Снегурочка в Барнауле подготовили премьерный показ «Зимние сказки» под звуки оркестра. Но в начале о коронавирусной статистике она вновь практически без изменений. 217 заболевших зафиксировано в регионе за сутки, 15 человек умерло. Число тяжелобольных тоже снижается очень медленно. Сегодня их 478. К аппаратам ИВЛ подключен 131%. А теперь к основным темам выпуска. Президент России Владимир Путин в эти минуты продолжает отвечать на вопросы журналистов. В этом году из-за пандемии он общается с представителями СМИ онлайн. По сравнению с прошлым годом на большую ежегодную пресс-конференцию аккредитовано почти в два раза меньше людей. Журналисты Сибири собрались в Новосибирске. Их 61 человек. Находится там и главный редактор сибирской медиагруппы Андрей Никитин. Завтра обещает рассказать подробнее, как прошла пресс-конференция. Кстати, одной из первых вопрос президента уже задала главный редактор газеты «Зминногорский вестник» Людмила Кейбл. Владимир Владимирович, меня интересует вопрос. А вы поставили себе прививку против коронавируса? Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. И поэтому, пока этой вакцины, как говорят, специалист не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным. Российскую вакцину президент назвал эффективной и безопасной, поэтому он не видит причин не вакцинироваться. Он ответил и на вопрос Людмилы, почему в регионы поступают еще недостаточно вакцины. Производство предстоит наращивать. Но в любом случае вакцинация внутри страны в приоритете, отметил президент. Последняя в этом году встреча краевых парламентариев прошла и милая, и благорячая, и остросоциальная, и вопросов на сессии подняли множество. Как теперь дети-сироты будут получать положенную жилплощадь? Зачем учителям давать клятву педагога? И почему депутаты, некоторые из которых получают в 8 раз больше школьных учителей, клятв не дают? Слово Андрею Дрейеру. 49-я сессия Краевого Заксобрания – это награждение дискуссии по инициативам спорным, скучные выступления о единодушно одобряемых законах и кролики по порядку. Сессия объявляется открытой. Начали депутаты с пивных. Единогласно утвердили закон о розничной продаже алкоголя. Когда ночью в многоквартирных домах продают спиртное, жильцам покой неведом. Потому депутаты будут ограничивать время работы и площади торговых точек. Под закон подпадает 186 объектов, реализующих алкоголь. Мы устанавливаем норму не менее 30 квадратных метров для таких помещений, что в принципе на первом этапе даст возможность данные правоотношения привести в порядок. От пивных точек депутаты перешли к учителям. Закон о статусе педработника в Алтайском крае в первом чтении принят, чтобы, по словам законодателей, повысить значимость и престиж профессии, защищенность педагогов, собрать в одном документе все вопросы о поощрениях и выплатах педработникам. Но самую острую дискуссию вызвала статья о том, что новоиспеченные педагоги, вступая на службу, должны в торжественной обстановке принести клятву. Сегодня мы понимаем, что молодые педагоги нуждаются в таком публичном признании этого своего шага. Поэтому данный момент, считаем, направлен именно на формирование такой традиции вливания педагога в коллектив. Я, пользуясь связями в учительском сообществе, попросил их дать комментарий к этому закону. Одна педагога написала очень точно, и я предлагаю задуматься над этим. Она спросила, а у депутатов, которые придумывают для нас клятву, есть своя клятва? У нас с вами ответственность тоже большая, и почему мы собственным примером тогда не показываем необходимость клятся? Коллеги, давайте не будем лукавить. Есть у нас депутат Мордовин, который отсидел в Барнаульской городской думе за заработную плату один созыв. Теперь в этом созыве отсидел здесь за заработную плату. Сегодня мы ему грамоту вручили. Его заработная плата в 8 раз выше, чем средняя заработная плата учителя в Алтайском крае. О каком авторитете педагога вы говорите, вот вводя такие меры? Я думаю, что надо именно заработной платой поднимать авторитет основных профессий в обществе. От учителей к сиротам. В первом чтении депутаты ввели для них жилищные сертификаты в дополнение к праву на живую квартиру. Так очередь должна продвигаться быстрее, а очередники смогут сами выбирать себе жилплощадь для покупки. Депутаты заметили, инициативу нужно будет дорабатывать. Нужно в скорейшее время решать те вопросы, которые дети-сироты сейчас задают. А вопросов действительно много. Это и возможности зачесть собственные деньги для приобретения жилья, и материнский капитал, и какие-то вопросы, связанные с ограничением от злоупотреблений, которые могут возникнуть при реализации этого сертификата. Говорили и о том, что изменения в законе недостаточно, а сейчас в очереди 6 тысяч детей-сирот. Дать каждому сертификат на миллион уже сейчас не получится. 6 миллиардов у края нет. Нам федеральные полномочия передали, деньги передать на их исполнение забыли. Если у нас с вами не будет на федеральном уровне никаких решений, то, к сожалению, по крайней мере, бюджет Алтайского края точно не в состоянии в ближайшее время справиться с решением данной задачи, как бы нам всем этого не хотелось. Запомнится эта сессия и традиционными подарками от депутатов детям малоимущих семей. В этом году это в силу понятных причин в основном дети-врачей. Самый необычный подарок – живой кролик. Его подарили семилетнему мальчику. Такое у него было новогоднее желание. Законотворцы услышали. Желание ребенка, конечно, для нас закон. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком. Более 150 работников компании «Люский лес», входящие в холдинг «Алтай лес», остаются без работы. Это произошло после того, как осенью 2020-го Краевое Минприроды расторгло договоры аренды ряда лесных участков в Панкрушихинском районе. Таков печальный, самый, пожалуй, громкий, но не единственный итог уходящего года для одного из крупнейших лесных предприятий Сибири. Подробности у Ильи Кочеткова. Минприрода расторгла договоры аренды с холдингом «Алтай лес» и полтарь и сотни человек потеряли работу. По словам гендиректора холдинга Ивана Ключникова, всем сотрудникам предложили должности в Каменском и Баевском районах. Но люди отказались, как объясняет руководитель, зачастую привязанные к земле люди не особо горят желанием переезжать. Между тем, в «Алтай лесе» заявили, что знают цену специалистам с опытом и постарались сгладить ситуацию. Мы должны быть до конца честными с сотрудниками и выплатили все полагающиеся оплаты им. Сейчас мы дополнительно будем встречаться еще на этой неделе с тем персоналом, который еще сомневается. И будем как бы уже по ним еще там возможны переходы в другие наши предприятия. В конце года многие предприятия озвучивают, как они пережили этот в целом сложный пандемийный год, когда были нарушены многие цепочки сбыта продукции. Ключников признался, в апреле-майе тяжело пришлось даже такому гиганту, как «Алтай лес». Но летом, когда рынок начал восстанавливаться, резко вырос спрос на стройматериалы и комплекты домов. А здесь холдинг, который всегда делал ставку на переработку леса, это более 80% продукции, оказался в выигрыше. В этом году, несмотря на все сложности, все необходимые работы проводились. Потушили 210 лесных пожаров в ленточных и приобских барах. Выполнили все обязательства по лесовосстановлению. Посадили более миллиона новых деревьев. А также не экономили на социальных проектах. Это и поддержка школьных лесничеств, и озеленение благоустройства парков. Например, холдинг принял участие в возрождении Изумрудного в Барнауле. Продолжили и то, чем, в принципе, немногие предприятия могут похвастаться. Продолжили строить жилье для своих работников. Речь идет о мини-поселке, который вырастает рядом с Павловском. Из тех 12 семей, которые мы подготовили, у нас на старте всего лишь 8 заселились. Постепенно мы сейчас заполнили этот дом полностью. У нас за этот год мы все-таки думали запустить, но пока мы просто не имеем заявок от наших сотрудников. Но у нас фундаменты готовы еще на 3 дома. Кстати, если сегодня холдинг входит в 15 крупнейших лесных предприятий России, то планы на следующий год войти в десятку. Ставка, как и прежде, на глубокую переработку леса, чтобы ни одна веточка не пропадала. И надеются все же вернуться в Панкрушехинские леса. В этом может помочь перспективный инвестпроект. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком. Куда бизнес Павловского района выбрасывает свой мусор? Здесь из 800 юрлиц договор на вывоз подписали не больше четверти. Куда пропадают остальные отходы и кто за них платит? Расскажем далее. «Ни о чем не думай, все исполнится». «Ни о чем не думай, все исполнится». Это можно сделать гимном некоторых павловских бизнесменов, которые не заключают предусмотренный законом договор на вывоз мусора. А значит, неясно, куда отправляются отходы, например, с этого рынка. Во время рейда рекоператора арендаторы предлагают свой вариант. «Ну, у нас в основном коробки тут выбрасываются. У нас такого мусора столового нет. В основном картонную коробку. А вывозит, что? «Коробный бак еще стоит». «Трактор приходит и возит». «А вы куда, Беларусь?» «Да, где никуда, на полигон?» «Ну, мы не знаем, куда они увозят». Арендаторы говорят, что вывоз мусора у них входит в аренду. При этом выбрасывают они все не в контейнеры, а в телегу на заднем дворе. Вот такую. Владельца рынка в торговых рядах мы не смогли найти, но он нашел нас сам. «А что за телега у вас стоит?» «Телега – это моя телега, это гружено товаром». «А нам сказали продавцы, что мусор они вот сюда складывают, и вы вывозите?» «Правильно, они этот мусор выкладывают туда, я вечерами вожу». Такой вывоз мусора – нарушение законодательства. Например, в Троицком районе инспектор Минприроды и эколог местной администрации пресекают подобные действия. Но Павловский район – один из самых проблемных с точки зрения соблюдения бизнесом законодательства в сфере ТКО. Здесь зарегистрировано больше 800 предпринимателей и только порядка 200 заключили договор с рекоператором. Поэтому сейчас рекоператор предоставляет Павловским бизнесменам претензии о взыскании долга. Данный предприниматель брать документ отказался. «А вы кто такие вообще?» «Региональный оператор акционерного общества «Экокомплекс». «Ну и кто вам это ко мне отправил?» «Мы сами приехали». «А вы на какое основание приехали?» «По нашим данным мы не заключили с нами договор». Если человек отказывается брать претензию, вероятно, в следующий раз будет говорить о задолженности уже в суде. Все бизнесмены по закону обязаны заключить договор с рекоператором своей зоны на вывоз мусора. «А вы вообще к кому?» «А мы, собственно, к гражданину Меликяну, индивидуально предприниматель, рынок новый. Есть ли договор заключенный с региональным оператором по обращению?» «Нету, наверное». Администратору претензию вручили. Она подписала. Владелец этого торгового центра должен за услуги вывоза мусора 479 тысяч рублей. «Планово проводится претензионно-исковая работа. Мы выискиваем данных должников, направляем им претензии, после чего, выжидая определенное время, обращаемся в суд за засканием задолженности. На сегодняшний день судебная практика складывается в пользу регионального оператора». Иными словами, заплатить за мусор бизнесменам все равно придется, даже если они вот так грузят отходы в свою газель. Куда потом повезут этот мусор, неясно. На несанкционированную свалку, в ближайший овраг или в контейнеры в частном секторе. В последнем случае за вывоз мусора бизнесменов придется оплатить жителям Павловска, как часто и происходит. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Почему приходится ждать по утрам 30 минут, чтобы из крана пошла горячая вода? По чьей вине в некоторых барнаульских квартирах температура воздуха не поднимается выше 19 градусов, а где-то настолько жарко, что приходится открывать окна? На эти и другие вопросы накануне жителям краевой столицы отвечали специалисты сибирской генерирующей компании. Общение проходило в рамках прямой линии. Что делать и кто виноват, если в квартире холодно? Вопрос, звучавший наиболее часто. Причины разные, но одну из популярных озвучили. Конечно, может быть и дом старый. Если дом старый, значит, теплоснабжение, система теплоснабжения старая. Если ее управляющая компания не промывала, не надлежащим образом готовила. А кому-то напротив, очень жарко. Нельзя ли снизить температуру в батареях, спрашивали горожане. 30 градусов – это тоже ненормально. Мало того, что жители, правильно говоря, топим улицу, мало того, что это некомфортно для пожилых, это даже время для здоровья. За этими процессами мы тоже очень внимательно следим и тоже их регулируем. У нас есть температурный график, который строго привязан к температуре наружного воздуха. То есть на улице минус 30 – это одна температура, на улице минус 5 – это совершенно другая температура. Были вопросы и по платежам. К примеру, люди интересовались, почему они должны помимо своей оплаты по счетчикам платить еще и за соседей. Ведь в квитанции цифры ОДН в разы превышают потребление тепла одной квартиры. И это в недавно построенном доме. Нужно посмотреть в управляющей компании по лицевым счетам, по адресам, понять, кто за счет вас живет, ну и, собственно говоря, повлиять внутри своего дома. Другого варианта нет. К слову, вопрос жителя, зачем все лето копать, если зимой все рвется, представителей компании удивил. Мы в этом году переложили 32 километра тепловых сетей. И, в принципе, могу сказать, что до этого ни СГК, ни Алтай, НРГ такие объемы не перекладывало в городе Барнауле. Если говорить о каких-то отключениях аварийных, могу сказать, что до настоящего времени у нас никаких аварийных отключений не было. Все, кто участвовал в прямой линии, получили ответы на свои вопросы. Специалисты теплоснабжающей компании пообещали разобраться со всеми вопросами и жалобами, которые поступили в рамках разговора. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. К другим темам. Перенестись в волшебный мир Изумрудного города смогут юные зрители накануне в новогодних праздников. В Алтайском государственном музыкальном театре в эти выходные состоится премьера новой новогодней сказки, основанной на повести Александра Волкова о приключениях Элли, Татошки, Страшилы и других известных героев. Кстати, это будет первая за много лет детская сказка с участием оркестра. Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной. Это слова из совсем другой постановки известной сказки. Но общая канва осталась неизменной. Путь героев сопряжен со смертельными порой опасностями и завершается долгожданным возвращением домой. А каждый герой получает то, о чем больше всего мечтал. Исполнитель роли Страшилы, актер Михаил Басов, говорит, эта вечная сказка учит, что самое главное в темные времена держаться вместе. Надо учить наших детей прожить не через интернет, а вот так, близкими контактами, сообщением. Преодолевать препятствия вместе с друзьями. Постановщик Константин Яковлев подтверждает, на исходе этого очень непростого года очень захотелось чего-то именно такого, сказочного и обязательно с хорошим финалом. Тем более, что сама атмосфера новогодних праздников, не только сам спектакль, но и все, что происходит вокруг, теперь будет иной. Встреча с Дедушкой Морозом состоится у нас вот прямо перед занавесом в шахматной рассадке в зале у нас. И, конечно же, в этом году все игры предусмотрены такие, чтобы мы могли себе это позволить в пандемию. Плюс в этом году у нас работают аниматоры, задача которых не организовать, а наоборот разобщить всех наших зрителей. Впервые за 10 лет детскую сказку в постановке театра сопровождает не фонограмма, а оркестр. Это, уверены авторы, делает постановку еще более атмосферной, живой, отчасти спонтанной. У нас вчера было, артистка немножко не успела договорить. Я остановил палочку, оркестр ждет меня, мы подождали, пока она договорит, я дальше дал следующий ауф-такт, да, и мы начали дальше играть. С минусовкой это невозможно, вас никто не подождет. Примерный показ спектакля состоится уже 19 декабря. Насладиться сказкой барнаульцы смогут почти до конца новогодних каникул. Илья Кчетков, Дмитрий Денисов, День с толком. К новостям спорта. Футболисты барнаульского «Динамо» не участвовали в договорных матчах, не делали ставки на свои же игры. А главный тренер Александр Суровцев обвинен в подобном беспочвенно. С такими словами к общественности обратился президент «Динамо» Барнаул Алексей Минин. Правда, обратился он письменно. В тексте разъяснил, что нелегальная организация договорных матчей и официальные ставки в букмекерских конторах – это разные вещи, как с юридической, так и с этической точки зрения. Игра на тотализаторе официально разрешена в России, но в контрактах профессиональных команд прописано, что нельзя делать ставки на спорт, даже на победителя по керлингу в Великобритании. Некоторые молодые спортсмены не до конца понимают важность выполнения этого пункта контракта и продолжают развлекаться в мобильных приложениях букмекерских компаний. Министерству спорта, федерациям, тренерам, родителям необходимо донести, что подобные игры могут поставить крест на будущей карьере молодого спортсмена. Алексей Минин также напомнил, что итоги проверок, которые проводит Российский футбольный союз и сам клуб «Динамо Барнаул» обязательно обнародуют, виновные понесут заслуженное наказание. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору, но и в социальных сетях, и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Нам это очень важно. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи!